С вами Зинаида Голдин. Голубила вот такой яркой курточки сегодня. Ульница нашей школы Кира. Я Татьяна Закадров. Мы сегодня, посмотрите, в каком красивом месте мы сегодня проводим пленэрн. Мы сегодня будем рисовать и вам тоже покажем кусочек этой красоты. А Кира, она как местная жительница. Мы находимся в Олубке, в парке Воронцова. Парк создавал австрийский садовник Карл Кебах по заказу Михаила Семеновича Воронцова. И мы в Нижнем парке пришли рисовать такую красоту. А я пришла учиться. Так что, друзья, давайте вместе с нами рисуйте, учитесь, любуйтесь этой красотой. Вот такие водопады. Здесь не редкость. Здесь красивые камни, очень красивые деревья, природа. Смотри сюда. У меня бумага. Хорошо. У меня есть бумага 300 грамм и 350. Я беру формат А4. Здесь квадрат, это потом. Но она квадратная. Она тоже вам подойдет. И я беру 300. Значит, я буду показывать на прямоугольном формате А4, примычной, потому что мы знакомимся. А у вас есть уже формат, который квадратиком. Так, ну-ка. Нет, нет. Положите. Сейчас я измерю. Ага. Это где-то 18 на 18 где-то сантиметров. Не вижу. 26 на 26. А, да. 26 на 10. Значит, смотрите, пожалуйста. Прежде чем, когда мы садимся рисовать, мы находим знаковое место. Знаковое место может быть то, что принадлежит данной местности. Рисовать мы можем все, что хотим. Мы можем поляны, деревья. Но если мы приехали в такое знаковое место, а это город Алубка, это южный берег Крыма. И вот в таком парке такие удивительные, уникальные водопады, которые даже летом не пересекают. Да, в этом месте не пересекают. Да, не пересекают. Не пересекают. Поэтому, конечно, я на них обратила внимание, тем более, что сейчас солнечный луч вот касается камней. Тот камень, затемненный, мы его не берем, а берем более светлых очертаний. Смотрите. Я подбираю вот так или вот так. То есть, понятное дело, текучесть воды, она предполагает вот так держать бумагу. Вертикально, да? Вертикально или квадратом. То есть, так и так хорошо. Я сейчас прикреплю и закреплю карандашиком. Карандаш взяла 6Б, чтобы вам было виднее, и чтобы вы видели, как рисуется все вот это вот. То, что мы с вами сейчас рисуем. Так, рисуется. Да, так смешно сказала. Вот. И определяем. В первую очередь мы определяем, что здесь самое главное. Это вода. И теперь мы поговорим о золотом сечении. Золотое сечение, которое идет по верхней части. Посмотрите, Кира. Мы делим по высоте. Делим на три части. То есть, на три части. И вот эту третью часть, мы ее отступаем. Вот отсюда будет у нас идти вода. Вот отсюда. К примеру. Можно поднять до одной четверти. Потому что тогда водопад будет казаться нам более, ну, как бы удлиненным. А вот где он будет заканчиваться, вот тогда мы находим вот здесь одну четверть. И вот в этом месте он у нас будет заканчиваться. Нам нужно найти угол. Самое главное, мы определяем воду. Вода у нас льется. И вот сюда перекатик такой. И вот сюда она с водичкой льется. Я не использую матирующую жидкость. У меня сейчас ее с собой нету. Но я покажу, как несложно нарисовать эту воду. Я вырисовываю очень вот эти вот выступы, которые значимые. Подглядываю постоянно туда на этот камень. И сейчас я могу его просто вот нарисовать не только плоскостями, но и вот этими выступами. Внизу здесь будет склон. На склоне вот здесь будет растение. Вот этим пучком. Вот они видны, да? Пучком. Вот здесь камень, прикрывающий водопад. Обязательно камень берем. Вот эту переднюю часть земли мы ее не рисуем. И не рисуем вот этот вот бордюр этот. Не рисуем. Вот здесь у нас тоже будет деревья, вот эти вот кустарнички небольшие. Вот они. Вот так. И окончание камня. Камень имеет такую форму груши. Толстенькая груша. Толстенькая груша, да. Вот дальше здесь мы рисуем, намечаем мы несколько деревьев, которые с левой стороны растут на зеленом участке с травой. Намечаем вверху камни, которые мы видим. Вот так. Ну и дальше здесь у нас растения все. С этой стороны у нас находится на камне, располагается кустарничек. И мы видим, что по камню идет хвощ. Но если я взяла бы сейчас графику рисовать, то я бы хвощ обязательно нарисовала, потому что он показывает объемность камня. Поскольку я не рисую графически, я этот плющ опускаю. То есть у меня здесь просто будет некая веточка с зелеными листиками. Все. Вот этот набросок, который я допускаю теперь в работу. И я начинаю брать травки. А успела, Кира, ты успела нарисовать? Сейчас, 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 жду, жду. Надо помочь, подождать, может быть. Сейчас я буду показывать, какие я буду брать цвета. Показывать буду это на палитре. Можно, Кира, взять у вас бумагу на палитре? А то у меня есть, я пользуюсь такой палитрой. Здесь у нас акварельные краски стандартные, наши любимые. Такие есть, дорожный набор у Киры. Вот, смотрите, основной набор. Это палитра, да? Это очень хорошая палитра. Да, палитра. Палитра, да? Да. Будет палитра? Да. Поскольку я рисую мягким карандашом, здесь очень видно, и я ничего не стираю. Вот, лучше рисовать так, чтобы было еле заметно. Ну, я так и нарисовала. Угу. Вот как она рисует. Молодец. Да, я так и нарисовала. Я что-то нарисовала. Да, да, да. Нарисуй, как шалстая верхняя часть скалы. Вот верхнюю, где вот, откуда вода течет вверх. Бачок этот. Более. Да, более, чтобы он был вверх, вниз. Вот, чтобы очертания, они были видны. Вверх. Вверх. Они немножко на склоне, так. Ага. Остание всего камня. Это широкая вода, здесь поуже. Поуже. На таком листу. Нет, это не вода, это уже камень. А, где вода? Вот вода. Ага. А, вот все отлично. Все, камень. Просто я сижу немножко в стороне, у меня вот здесь вот. Да. Вот. Да. Значит, самая главная ошибка начинающего художника в акварели писать браслый цвет. Черный цвет можно намешать при других цветах. Ну, возьмем, например, любой синий цвет. Посмотрите, и коричневый. Любой коричневый. И вот у нас уже будет цвет серый. Обратите внимание. Очень красивый камням. Фиолетовый. Да, такой. Фиолетовый мотив. Ну, потому что это у меня, наверное, коричневый. Где мне? А, вот коричневый. Вот. Вот. Такой будет. Цвет похожий на сепий с голубым. Очень красивый цвет. Дальше камень. Да. Обязательно мы берем цвет бордовый. Сейчас найдем бордовый цвет. Это у меня... Ага. Вот такой бордовый цвет. Это раз какой-то мне... А, я его брала. Наверное. Сиреневатый берем оттенок. Потом мы берем темно-зеленый цвет. Травянистая зелень. Где он у меня? Вот он. Травянистая зелень. Есть его, мол, смешаем с фиолетовым. Травянистая зелень. Где мне прилипает? Тоже мы получим красивый оттенок черного цвета. То есть вот эти оттенки у нас будут для камня. Но прежде чем рисовать, нужно нам понять... Я вот здесь на палитре покажу. Мы сначала берем основной цвет. Это у меня охра. Охру смешиваю я с каким-нибудь... Вот с фиолетовым цветом охру. И вот этот цвет будет являться светлым цветом. Базовым цветом для камня. Кир, посмотрите, пожалуйста. Базовый цвет для камня. То есть я вот здесь показываю. Вот здесь камень. Камень, да? Мы рисуем, да? Это самый светлый цвет. А потом уже мы в этот камень добавляем те оттенки, которые вот у нас... Уже есть заранее, вот здесь на палитре. И мы, добавляя эти цвета, находим оттенки. Понятно? То есть у нас уже базовый цвет. Что делаем с водой? Воду мы вообще оставляем. То есть вода у нас просто белым пятном. Потом покажу, что это сделать нужно. Поскольку у нас нет матерящей жидкости, мы можем затонировать вот это место, где у нас вода полностью. А потом дома ножиком процарапать. Можно процарапать обратной стороной кисточки. То есть вот сделать как бы имитацию воды. Конечно, я не рекомендую брать белило. Очень часто я даже белило вот вынимаю из палитры. А оставить белое место можно? Да, я и говорю. Мы оставим с вами белое место, а дома уже дорисуем. То есть рисовать мы можем по сырому и по сухому. Но поскольку у нас верхняя масса, посмотрите, у нас сквозь небо, небо немножко, а в основном зеленая масса, вы видите, да? Поэтому мы сделаем частично по сырому, частично по сухому. Вы готовы? Вы готовы? Да. Возьмите плоскую кисточку вашу. Мы все не будем. Мы сделаем только макушечку сейчас. Сейчас я опущу. А то есть дорисовываем, когда высыхает, да, уже дома? Да, дорисуем, когда высыхает. Значит, вот эту часть, верхнюю часть, то нашего водопада, мы смачиваем. Мы сейчас ее выполним. Мы нарисуем небо, потом мы нарисируем зеленый цвет, потому что, когда мы снимаем камер, съемка портрета, мы впереди видим ярко, а далее смазано. Вот именно так мы и будем сейчас делать. Мы смочили. Вот так смочили. И теперь я буду брать небо. Цвет неба голубой. Одним цветом мы не ограничиваемся. Поэтому я беру охру и голубой. Смочили водичкой? Я жду вас. Буду Киру ждать. Вместе мы будем. Мы ее вместе с ней буду. Да, берите, берите. Да, верхнюю часть смочили. Потом берете ультрамарин и охру. Ниже не надо спускаться. Вот чуть-чуть и все. Только до верха. Берете, чтобы вверху... Да, вот, да, да, да. Ага, вот. Все. Берете голубой цвет. Какой вам удобнее? Берите. Вот, например, голубой и... Смотрите. Ультрамарин и охра. Цвет охры. Вместе смешиваем чуть-чуть. Вот так. Смотрите. И пока не высохла, бегом рисуем вот этим цветом. Подержи. Я потом это... Пристегну ее. То есть я бегом вот так этим цветом и делаю. Это цвет света. Значит, здесь присутствует и охра, и зеленый оттенок, и голубой. То есть вот это вот мы сделали небо. И теперь сразу же будем рисовать зелень. Светлое небо. Светлое, светлое, светлое. Ага, светлое. Еще светлее. Чтобы было совсем светленько. И вот не дожидаясь, чтобы высохла наша вот эта часть, мы будем рисовать с вами листву. Листву мы рисуем так же. Самый светлый цвет находим, а потом темный. То есть светлый и темный. Поэтому я вот... Ну вот я взяла большую кисточку. Пока вот там будет у меня. Какой же зеленый цвет я беру для света? Возьму вот этот цвет. Посмотрите, Кирк. Это вот цвет, который мы глушим обязательно оранжевым цветом. Оранжевый, ярко-зеленый. Получается очень такой приятный зеленый цвет. Посмотрите, он как раз такой солнечный. Это самый светлый наш цвет. Посмотрите, вот. И мы вот так пятнами, поскольку у нас там пятна, ярко не надо. Мы распределяем наш дальний план. Вот так вот. Чтобы небо было видно. Совсем чуть-чуть. Да-да-да. Пятнами. То есть пятнами. Чтобы небо было пятнами. А теперь, после того, когда мы их нарисовали, посветлее. Посветлее. Тряпочку надо? Да, я уже достала. Держи. У меня есть еще одна. Я сейчас жду. Так. До верха, до верха, до самого верха, до самого верха. Вот это очень важно. А потом берем теневую сторону. Поэтому мы берем, сюда добавляем изумрудный цвет. Вот в этот цвет. И синий цвет добавляем. Прямо сюда. Изумрудный, синий, травянистый зелень. И теперь делаю темные места. Добавляем. Возьму другую пищу, чтобы меня не устраивает. Вот это уже. Ай! Не падай. Авария у нас произошла. А теперь мы... Да. И мы теперь вот добавляем теневые части. Где-то больше темного зеленого. Опять же, с оранжевым цветом мы смешиваем. Темно-зеленый добавляем. Тени из холодной и светлой тени. Углушаем синий, зеленый. Убавляем в зелень. Потому что у нас там что? Есть деревья? Есть деревья там у нас? Травянистая зелень с коричневым. Это цвет уже будет этих стволов. Немножко фелье этого дадим. Чуть-чуть. Самое главное в акварели сразу не брать яркий цвет. То есть, конечно, для тех, кто уже владеет, то можно ярким цветом. Нам самое главное, чтобы был цвет очень нежный. Вот этот нежный цвет мы с вами показали. Коричневый с фиолетовым. Коричневый с фиолетовым и зеленым. Жду Киру. Благодаря тому, что мы делаем частями, у меня может спокойно высохнуть сейчас моя работа. Я проверяю верхний слой, чтобы у меня там, видите, как затеков не было. Сейчас у меня высохнет. И все, я приступлю к следующей части. В следующей части мы будем рисовать левую часть до камня. То есть, вот эту часть будем рисовать. Вот эту до камня. Потом рисовать будем сам камень. А потом в правую сторону уйдем. Потому что самое светлое здесь место. А нам нужно ориентироваться или на свет, или на тень. Но я по своему опыту помню, что говорят, что надо сначала писать темные места, а потом светлые. Потому что появляется разница. А если вы сделаете светлые, можете перетемнить. Вот это очень важный момент. Так, Кир, вот эти вот, когда мы проводим, смотрите, чтобы не оставались вот такие звездочки. То есть, когда мы рисуем, чтобы звездочек не было. Можно использовать, смотрите, процарапываем. И получается у нас, вот на этом месте у нас появляются стволики. И лишние веточки, вот они у нас видны. Видно? Вот. Вот это обязательно убирать нужно. То есть, вот эти части мы убираем по бокам. Мы можем, как бы, сцену. Ну, когда... Так, дальше мы можем сделать таким образом. Смотрите. Немножко сбрызнуть водой. И тогда проявится наше небо. Вот, посмотрите. Небо проявляется. Да, красота. Вот. Вот эту часть мы закончили. Молодец, Кира. Теперь мы будем проходить левую часть. Ну, доступно? Да. Все. Я буду с вами. Теперь мы эту часть берем большую кисточку и смачиваем левую часть. Вот отсюда. И до нашего камня. И можно вот сюда, вот до этой вместо. Смочили мы эту часть хорошенечко. Какой же цвет тени? Во-первых, мы берем коричневый цвет. Коричневый цвет основной. Посмотрите, какая у нас база коричневых цветов. Во-первых, у нас есть очень красивый цвет умбра. Возьмите отдельно умбру положите. Вот сюда на палитру. Умбра. Умбра у вас. Умбра. Потом фиолетовый цвет находим рядышком. Ой, у меня черный этот цвет. Где же умбра? Да, подходит. Молодец. Потом находим фиолетовый цвет. У меня фиолетовый, львовый какой-то. С зеленым. Нашли? Приготовьте это. Берите у меня. Вот он. Берите у меня. Мы все вместе здесь. Рядышком. Да. И фиолет, да. И умбра. Ну вот. Теперь мы берем вот этот умбристый цвет. Умбра. Смешиваем с этим кирпичем. И пока у нас здесь. И вот эту вот мы быстренько скалу зарисовываем. Все вот этими оттенками. Вот. Во-во-во. Пока она, вот она еще. Она должна растекаться. Видите? Иначе у нас все здесь высохнет. Ждать. Не любит работа, чтобы ждала. То есть я ее целиком закрашиваю. Быстренько-быстренько. Закрасила. Теперь беру и темные камни. Там у нас же есть темные камни. Я начинаю их вырисовывать вот этим цветом. Внизу зеленый. Зеленый обязательно добавляю немножко желтого. Этого охры. И теперь можно будет деревья рисовать. Деревья намного светлее. Поэтому мне нужно в коричневый добавить светло-желтый. И нарисовать деревья. Вот они у меня вот здесь вот. Вот они у меня есть. Я их сразу рисую. Я повторю, как их делать. Там, где растекается, я немножко форму держу. Немножко убираю, делаю свет на деревьях, чтобы они не были такими яркими. Потом мне нужна тень на деревьях дать. Я беру фиолетовый цвет. Чуть-чуть. Потому что там же теневая есть сторона. Вот ее фиолетовый я добавляю сюда. Дорисую травку. Вот. Берите кисточку потоньше. Потому что вот они в воздухе и не должны так висеть. Вот это вот. Некрасиво. До самого верха введите. До самого верха. Не бросайте. То есть пусть они там короче, а вы делаете до верха. Значит, у дерева обязательно должен быть цвет и тень. Тень коричневого с фиолетовым. Вот. Солнышко добавлю. Чуть-чуть. Ага, хорошо. Ну, у вас деревья до самого низа вышли, да? Да. Ну, пусть до самого низа будут. Все. Теперь мы будем рисовать. А? Да. А травка у нас у вас будет вот здесь тогда. Вот сюда вы ее сдвинете. У вас там. Вот здесь. Да, да. Сейчас мы будем делать центральную часть. Мы ее смачиваем. Значит, что мы делаем? Мы смачиваем только до светлого цвета. То есть у нас вот эта часть только, где вода, и вот где, вот так вот. Вот эта часть. И до низа. Вот. Все. Вот до этого, до светлого цвета. Все. Мы сейчас будем центральную часть делать. Вот эту вот. Мочили? Вот до сюда. Где вода течет, да? Да. Где вода течет. И камень. Сначала мы находим камень. Камень у нас самый светлый. Когда мы начали рисовать, он буквально желтый был. Мы берем охра. Основной цвет у нас охра. А мы камень не мочим? Нет. Только одну сторону делаем. А потом уже вторую. Мы увидим, что с правой стороны вот это место самое светлое. Да? И вот мы его даем кирпичной и охрой. То есть у нас самое светлое такое местечко. Вот здесь. Мы его определяем. Буквально чуть-чуть надо. Потом у нас темный цвет. Потому что у нас там, видите, мокрое пятно. Оно самое темное из всего, что мы видим. Темное пятно одно из самых темных. Но у нас же здесь вода. Поэтому нам нужно так сделать, чтобы вода осталась и темное пятно. Мы берем темный зеленый цвет. Фиолетовый. И аккуратненько начинаем рисовать воду. Вот уже вода полилась. После этого нам останется только сейчас осмочу камень основной. То есть сделать все остальное. Когда вы допишите, вот я просто смочу заранее, чтобы мне вот промокло как следует бумага. Да, зеленого. То есть, чтобы немножко где-то он был другого цвета. Можем где-то добавлять какой-то цвет другой. Коричневатый можем сюда добавлять. Красноватый такой. Потому что там есть такие брошенные камы эти. Что там у нас? Листики, да. И вот они. Зеленого, фиолетового очень много открытого. Зеленого надо. Зеленого больше. Травяной зелени надо побольше. А потом будем рисовать сам камень. Ну, здесь мы... Зелень фиолетовый цвет. У нас он был солнечный. Мы берем охра с желтым. Добавим немножко коричневого чуть-чуть. И добавим такой светлой нотки. И пока у меня здесь солнца нету, я чуть-чуть добавлю светлых частей. Ну, вот просто. Широкими мазками я добавляю светло. Просто светлой частью добавлю все. А мы мочили камень? Да, обязательно смочить камень. И я сейчас добавлю. Я пока только вот эти места добавляю. А потом... Внизу у меня вот такой цвет. Ага. Вот этот цвет. Можно и по-сухому написать. Солнечный цвет берем. А потом начинал камень рисовать. То есть у нас здесь мы видим и фиолетовое, и зеленое. Помним, коричневый с синим добавляем. И прорисовываем наши все вот эти вот... Где-то прожилки, выступы. И philosophy... Что такое. А夕 Использky. О, мы ничего не можем помить. До сихи Мы чистый цвет. flirtаю. Представ producerod советовать. Продолжение следует... 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 Жалко, что у нас пропало солнце... Да, свет пропал... Да, свет пропал... Поэтому мы пойдем на открытую... И порисуем следующий морской пейзажик... А камень будет потемнее... Конечно, оказывается... Да, немножко будет... Ну и все... Давай, помогу... Здесь очень много фиолетового цвета... Значит, здесь фиолетового цвета... Нужно глушить обязательно... Нужно глушить обязательно... Поэтому мы его глушим... И вот сюда... И вот сюда она уходит... Вот сюда... Вот так... Теперь нужно добавить... Я просто еще волнуюсь... Это хорошо... А теперь, смотрите... Вы очень хорошую травку сделали... А теперь вы с желтым цветом... Более светлым... Видите как... Посмотрите... Видите как она сразу становится... Она... То есть обязательно даже 2-3 цвета... Даже в травке... Вот... Ерунда... Вот казалось бы... Она становится живой... Она сразу становится живой... Иначе она плоская... Она красивая... Но она плоская... А так она... Вот так вот... Веточка также... Вот нужно более характерную ее нарисовать... Сначала нарисовала... А потом замыла... А я и смотрю что... Замыла... То есть... Ну вот пусть веточка будет такая вот... Вот она... Вот они... Ну да... Здесь она должна... Ну как-то... Компенсировать и быть на переднем плане... То есть нужно быть с этим веточкой... Да... Да... Сначала рисую более светлым цветом... Потом темным... И делаем... Не вот так в мазке... А боком... Вот так... Я полу статистки пыталась сделать... Ааа... А... Не боком... Ну вот так вот... Бочком... Вот это вот... Нам нужно будет прорисовать... Вот эта вот... Вот эту часть... Да мы придем уже домой... Вот... Просто так... Вот здесь что... Нужно будет дорисовать... Вот так вот... До верха... Вот это очень важно... Что я говорила... До верха... Да? Вот туда оп... До верха мы рисуем... Вот... Да었습니다... Продолжение следует... Продолжение следует...